Корпорация Blue Origin США осуществила успешный суборбитальный полет. Американская частная аэрокосмическая корпорация Blue Origin, созданная главой холдинга Amazon Джеффом Бизосом, являющимся в настоящее время одним из богатейших людей планеты, сообщила, там есть и видеоролик о проведении успешной миссии своего аппарата Neu Shepard над территорией своего огромного 670 кв.к.м. частного полигона и со своего частного космодрома в штате Техас компания Blue Origin был произведен успешный суборбитальный полет корабля Neu Shepard, названного так в честь американского астронавта Алана Шепарда. Этот трехместный пилотируемый космический корабль многоразового использования имеют во многом революционную конструкцию и рассчитан на осуществление вертикальных взлетов и посадок. Как и пусковая ступень, так и обитаемая капсула, с оборудованием, но пока без экипажа, вес которого имитируется грузом, благополучно приземлились, пусковая ступень в автоматическом режиме, используя посадочные двигатели, а отсок экипажа на парашютах. Это был уже десятый подобный тестовый старт, который хотя и был отложен на несколько недель по причине плохой погоды, но завершился успехом. Удалось добиться крайне высокой точности и мягкости приземления обоих частей аппарата. После достижения скорости в 363 км в час обитаемая капсула отделилась от носителя и продолжила инерционное движение вверх до целевой высоты примерно в 107 км, что выше показателей в 50 миль, считающегося границей космоса в США, и выше показателей в 62 мили, считающегося границей атмосферы Земли Международной Федерации по освоению космоса. В то же время, пока капсула поднималась вверх, стартовый модуль начал снижение, запустив режим посадки и развернув 4 посадочных опоры, и в итоге точно опустившись на Blue Origin Landing Site, через некоторое время и капсула опустилась на Землю, используя три больших парашюта, и непосредственно перед самой посадкой тормозные ракеты. Напомним, что корпорация Blue Origin является одной из аэрокосмических компаний в мире, несмотря на то, что в ее штате всего 1800 сотрудников, она является лидером в реализации замены программы Shuttle. И, в частности, используя разработываемую с 2015 года тяжелую ракету-носитель NeuClan, названную в честь астронавта Джона Глейна, а также при помощи новейшего достраиваемого на мысе Канавирал стартового комплекса, эта корпорация планирует в 2020 году начать осуществление лунных миссий на постоянной коммерческой основе. Однако пока, несмотря на уже сформированную очередь из желающих приобрести билеты на суборбитальный полет в космос на корабле Neu Shepard, корпорация Blue Origin не объявила об их стоимости и о дате старта пилотируемой программы полетов, отметив только, что это будет в 2019 году.